Хотите, я вам подарю эту шубу? Нет, не подарю. Я прошу вас, возьмите, она может вам пригодится. Сэр Генри! Сэр Генри! Не слушайте его, сэр Генри! Конечно, если вы хотите нам подарить эту шубу, то мы с удовольствием возьмем. Вы так добры, сэр Генри. Вы весь вашего покойного дядюшку, нашего несчастного хозяина, добрейшего сэра Чарльза. Он даже прекрасно знает, что она может кому-нибудь понадобиться. Я молчу, он все равно ничего не понял. Это нам подарили? Столько веков наши предки жили под одной кровлей. И теперь вы замышляете что-то против меня. Нет, нет, сэр, не против вас! Добрый вечер. Здравствуйте. Вот, Элиза, чего ты добилась? Нас увольняют. Можешь пойти и собрать вещи. Ага, я добилась. Нет, вы только послушайте, что он говорит. Сэр Генри, я вам лгать не буду. Впрочем, если в этом и есть что-то дурное, то поверьте, мой муж это сделал только ради меня. Его избаловали с детских лет, ему потакали во всем, и, конечно, он вообразил, что ему все дозволено, что весь мир существует только для его удовольствия. А когда он подрос, то в него словно бес вселился. Он разбил материнское сердце и смешал семейное имя с грязью. Чем дальше, тем хуже и хуже. От преступления к преступлению. Что его спасло от виселицы? Только милость Божья. Я ничего не понимаю. Сэр Генри, если бы вы только знали, какой это был чудный ребенок, я вам могу показать его портрет в детстве. Это был настоящий ангел. Он просто попал в дурную компанию. Его девичья фамилия Сэлдон, сэр. Очень хорошо, я знаю. Ну и что? Сэлдон ее младший брат. Значит, убийца Сэлдон ваш брат? Да, сэр! Он погибает на болоте от голода. Джон подает ему знак, что еда приготовлена, а он показывает, куда ее принести. Вот и все. Мы каждый день надеемся, что он уйдет, но пока он здесь, мы не можем его бросить. Я ничего не понимаю. Пожалуйста, я не понимаю ничего. Праг, болот, какой обед может быть на болоте? Я не понимаю ничего. Выберите эту женщину, скорее, может. Не хочу я этого все слушать. Да благословит вас Бог, сэр. Вы так добры, сэр Генри. Вы так добры к нам. Может быть, я напрасно так долго молчала. Может быть, полиция это тоже было бы интересно. Но когда в деле замешана женщина, тут надо действовать осторожно. А если речь идет о достойных людях, то ничего хорошего из этого не может получиться. А нашему несчастному хозяину, вашему дядюшке, добрейшему сэру Чарльзу, уже ничем нельзя помочь. Правда, я каждый день убираюсь в его кабинете. И даже на следующий день после его смерти я смахнула пыль из бюро, из мраморного бюстика, из каменной полки. Вы только не подумайте, что я рылась в его бумагах, сэр. Я никогда не роюсь в его бумагах. У меня нет такой привычки рыться в чужих бумагах, сэр. Я знаю, почему он стоял у калитки в такой поздний час. Почему? У него было свидание с женщиной. Откуда вы знаете? Я нашла в глубине камина обгорелое письмо. Совершенно случайно, сэр. Я... Вы ничего дурного не подумайте, пожалуйста. Ну так что, что? Можно сказать, пепел, сэр. Я разобрала в конце только несколько слов. Умоляю вас. Как только женщина может умолять джентльмена, будьте у калитки в 10 часов вечера. Вы сохранили этот отрывок? Нет, сэр. Он рассыпался у меня в руках. Угу. Что еще? Подпись. Подпись? Да. Подпись. Две буквы, сэр. Эл. Эл. Собака убита. Мерзость какая. Все позади. Я с легким сердцем покидаю ваш гостеприимный дом. Уважаемый. Да. Всего хорошего. Ну вот. А потом, когда мы переехали сюда, они остались в Лондоне. Очень вкусная каша. Мы очень любим овсянку. А потом она уехала за океан и прислала мне длинное письмо. Родился у них мальчик. Да. Звали они его Генри. Мальчик заболел, а потом стал кушать овсянку и вырос большим, здоровым и красивым. Мы тоже будем есть овсянку. И скоро будем сильными и здоровыми. Мы очень любим овсянку. Да. Смотрите, как у меня нахер. Ух. 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 Мы будем гулять. Ух. 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 Ух.